Всем привет! С вами Хват 3 минут и сегодня я вам хочу показать бои, которые сыграл на этом великолепном танке АМХ 50Б. Считаю его одним из лучших, как в игре, так и на уровне на самом деле. Попадая на карту промзона, здесь вы знаете, что зачастую происходит в этом углу, в который я еду. Но смотрю, у нас большинство союзников направляется сюда. Да, некоторые отделились, решил отыграть более аккуратно, чтобы не произошло упорки, потому что у них более выгодные позиции, в плане они подкатываются и им удобнее от УВН отыгрывать. Тем более еще, когда ты туда проезжаешь, выкатывается вот как Е50М стоит на точке А, ЧСЖД и тебе скидывается в корму. Что мне нравится у АМХ 50Б, это его невероятно крутые УВН и минус 10, как для тяжелого танка с барабаном, у которого 3000 урон в минуту. И также у него офигенная подвижность, он разгоняет свои 50-ки этот час очень быстро, у него есть клюв бронированный, за счет чего может таранить. И также большой запас прочности, за счет чего он выживает в боях. Видим ТВП, видите, как он выехал? Полностью в корму обрабатывать наших союзников. Наглец. Хотел его фугасом обрадовать, но придется бронебойным. Все, мы уже потеряли там наших бойцов. Видим, что наши союзники забирают точку С и Д, плюс уже Б, и мы здесь остаемся втроем. Нам нужно однозначно выживать. Но, видите, оказалась такая ложбинка, прям крутая. Я вижу, здесь даже можно на танках, у которых не прям идеальные ВНы, да та же ТШ-2, КБ-140, здесь будет чувство себя плюс-мым и комфортно. Потому что есть вот этот рельеф, я чуть ближе нахожусь к горочке, а можно чуть дальше отъехать и уже ВН будет хватать. Ото всех сторон летит, но благо забрали Е-50М, хотя бы одного. Вот этот ТВП максимально мешается, потому что у него крутой барабан. Ну, мы здесь, видите, немножко зажались, но нас закрывает камень и тяжело отсюда вытравить. Мы, как бы, раз и спускаемся назад. И нету прострелов по нам. Здесь я понимаю, слышал, что Бабаха отстрелилась и нужно проезжать, забирать вот этого ТВП, так как он будет очень сильно напрягать. И вот еще одна позиция, на которую изначально ни в коем случае ехать нельзя. Я здесь как-то один раз сыграл и поиграл в нулина. Так как слева, сейчас вы увидите, вот я выдам барабан ТВП-57 Хэви. И посмотрел налево, увидел, что там фошек стоит. И вот как раз таки с тех позиций, так же там еще кустик есть, с которого он может прилететь от ПТ-САЛ. Потому что здесь, изначально, когда вы едете сюда на эту карту, ни в коем случае не остановитесь. Заврали нашего 23-го. Нужно обработать Бабаху. Так как она там на КД. По звуку всегда ее слышно. Хотел обработать, но... Качественно монсанул и улетел мимо. Здесь я уже остался один на этом направлении. Мне главное не допустить себе 183-ю. Скорее всего Хэвик на меня поедет, у меня есть запас прочности 1300 еще. Поэтому я переживаю его. У Хэвика тоже есть свои плюсы. Это его реализация барабана 2,5 секунды. Ну видите, я первый выдал. И он даже не успевает дозарядить, и мы его забираем. Все, остается здесь одна Бабаха на этом направлении. По очкам превосходства мы уже лидируем. Хочу дать ей еще одну тычечку. Но не судьба. Но все-таки эти 574 очка прочности меня интересуют. Я вижу, что поеду уже 100%. Ждем нас. 933. Что же будет в 983-е? Где-то еще 268-й катается. Иптур. Я понимаю, что 28-й и птур скорее всего могут быть слева. И действительно 28-й посвечивается. Я его не вижу. Бабаха КД. И мне попадает 28-й. Через этот пикселючек ЖД. Ну все, это пора наказывать 183-ю. Тысяча. Обратите внимание, что сейчас не так быстро заканчивается бой, как раньше. Раз, и остормоз. И ты даже не можешь последнюю тычку дать. Сейчас все-таки секунды две разработчики, видно, добавили. Вот такой первый бой. Достаточно хороший для меня. Я вот сделал выводы, что эта позиция действительно хорошая. И будет помогать в будущем. А мы плавно переходим на второй бой. Второй бой. Карта Кастили. Вы не представляете. Вроде как все записал. Хрязь. А оно, оказывается, не записывало. Поэтому приходится еще раз. Еду на СТ направление. Вижу, у нас в сетапе есть бачатик. И также три ПТСА, у которых будут, скорее всего, одна из них, да будет наскрыть. Здесь я выбираю направление. Если вижу, что на СТ направление на точку А, где находится, никто не едет. Тогда я поворачиваю налево и еду контрить направление точки С, там в домиках. И направление точки Б. Здесь я все-таки вижу, у нас есть бачатик, который едет сзади меня. Поэтому за счет того, что у нас, видите, универсальный танк, за счет динамики, я все-таки принимаю решение поехать сюда. У нас еще крутые, как я уже говорил, увейные есть. Мне здесь будет комфортно. Видим, что в команде противника есть бачатик, не бачатик, а Аптур девятого уровня и СТ-шка девятого уровня. Ну, не прям опасные танки. Поэтому у нас здесь есть, на самом деле, преимущество. Я решил все-таки подъехать чуть поближе, возможно, высветить ПТСАУ. Но нет. Видите, стоит рентгенит СТ-шка вражеская. Поэтому мы выдаем ПВК. Это ошибочно ехать на таких тяжелых танках, вот подниматься туда наверх. Видите, полностью бортом его подсветили, почти лишился полтанка. Ну, здесь противник не понимает, наверное, либо не хочет осознавать того, что у нас есть опасные ПТСАУ. Такие, как 704-й, Вафля. До конца полностью вылазит. И все. И подставляется подсев. Откуда не возьмешь, еще и кран взялся. Главное, чтобы здесь вся команда не приехала. Потому что, к сожалению, такие ситуации тоже бывают. Когда приезжаешь сюда, здесь все семь танков, и тебя уже союзники никак не спасут. Вот, которые находятся сзади вот эти две ПТСАУ, два тяжелых танка. Понятно, что команда противника выбирает более, как сказать, слабое звено в плане танка. Легче, который убить. Скинулись по бачату, нужно добирать крана. И поэтому, когда сюда приезжает семь танков, никуда ты не уйдешь. Начинаешь пячиться назад, тебе скидываются точки С. А если, тем более, еще твои союзники стоят и не продавливают направление на точки С, это все, это конец. В ноль улетаешь. Турятина тоже чего-то хочет. Надо добирать мне АМХ, оставляя как раз таки для него. Ну и все, и пострачника давать в ту руку. И он уходит, да, даем фугасом. Все, беги, паренек. У тебя 1100 хп, мне 1500. Но нет, паренек почему-то решил обратить внимание и вернуться обратно. Может быть, загорелся фугасом? Опять, наверное, не догадываться, что меня кроет ПТСАУ. Я видел, наверное, ПТСАУ промазывал, а видели, мимо там улетела. Но я барабан с огромным количеством прочности, запасом прочности. Вот, вот и покарали. 704-й его забрал. Вот будь я здесь на СТ-шке, любой, там, на той же СТБ-1, выживаемость в разы была бы хуже. Потому что здесь запас прочности, ну, практически чуть ли не на 600 единиц, больше, чем у любой СТ. Который там стоит, допустим, если брать ЕПИСа на броне. Здесь я вижу, что у них осталось 2 ПТСАУ, надо обрабатывать гриля. Берем фугасец. Какой фугасец? Нет, здесь я уже решил его просто добрать. Но сейчас фугасом доработал. Все, остается одна вафля. Я, к сожалению, шотный, но понимаю, что это урон. У нас на счетчике 5400, и многие задаются вопросом, как я смотрю, сколько у меня урона набито в бою. Это сейчас вы смотрите реплей. Но в бою, чтобы видеть, сколько вы набили урона, нужно, чтобы у вас были включены нашивки. Это где-то в настройках находится. Хотел дать фугаса, но это, как всегда, в орудии. Фугас его прям тянет туда. Вафля отстрелилась. Видите, насколько, да, маленький урон проходит, когда у ПТСАУ стоит вот эта защита под бой от фугасов. Поэтому обязательно ставьте на такие танки, как вафля, гриль и также ветка 40.05, начиная с 7 уровня, вот эту защиту. Она невероятно спасает. Порой даже эффективнее простыми снарядами стреляет, нежели фугасами. Как-то наши союзники особо не торопятся, чтобы его забрать. Но нужно его добирать самому. Здесь называется это баловство. Я решил его доработать в аркадке. Ну и вот к чему это привело. Не подрасчитал. Остался шотным. Союзнички вы собираетесь добирать? Или все-таки мне оставляют, наверное, четвертого фрага? Я-то шотный, не хочу вот под него подставляться. Но надо как-то развести его на выстрел. Бой уже, понятно, идет к концу. Это стопроцентная победа, но нужно его доиграть. Пытаюсь развести на выстрел. И у меня это получается сделать. Тем более 704, я вижу, там мажет. Все, забираем. Вот такие вот бои. Здесь хороший был в этом, на этой карте показатель. На точке А, что этот танк невероятно выживает. Такие результаты. Оставляйте свои комментарии. На чем играете вы? Вот я поиграл в субботу на этом танчике. И знаете, прям какой-то отдых. Даже в таком не очень стабильном рандоме. Это невероятно сильная и крутая машина. Вот так скажу. Что это и комфорт, удобство от УВНов. Офигенная динамика. Как будто этот танчик заменяет даже большинство СТ-шек, которые у нас есть в игре. Однозначно есть СТ-шки, которые апнули. Сейчас Е50М стал более лучше играться. Паттон, но все равно здесь это что-то на самом деле нечто. У него есть и таран. Потому что клюв бронированный. И за счет этой максималки, если вы в таране здесь в СТ-шку, вы кучу ХП снимаете. И также запас прочности, который вас тащит. Вы можете отыграть ТТ-направление. Конечно, с вами должны быть союзники. Но это легко делать. Ты выехал, получил тычку, отдал фул барабан, заехал обратно, откадешился. И ты также можешь поддержать, как в этом случае, СТ-направление. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И уже всем до новых встреч. Всем пока. Продолжение следует...